Это пост о помощи, который разместили на днях в одной из соцсетей. Люди жалуются на строительный мусор, который летит с крыши учебного военного корпуса политех, а вот уже неделю дышать в квартирах нечем. Вся пыль, вся вот эта копоть идет к нам в квартиры. Люди задыхаются, кашляют, дышать им тяжело. На крыше здания орудует спецтехника, есть даже небольшой трактор. Кафедра военная, хорошо, что не танк, шутят люди. А откровенно говоря, жильцам уже не до смеха. И вся вот эта пыль, она проходит через стеклопакеты и оказывается вот в доме. Вот она. Это сегодня я уже вытирала пыль. И вот такая вот история у нас постоянно происходит. Даже на той стороне, на противоположное строительство, вся эта пыль, естественно, в доме, все оседает. О строительных работах людей не предупреждали. Больше всего, по словам жильцов, в день, когда накрыла дымовая завеса, пострадали дети. Эта детская площадка пустует уже неделю. Мама и папа перестали пускать сюда ребятишек, опасаясь за их здоровье. Детей увидели в окно что-то страшное, облако черное. Буквально пока сюда добежали, сколько надо времени, там, минуты две-три, бежали по всем ступенькам. И дети были вот такого цвета все. Притащив домой их подмышку, вот они, игрушки все брошенные лежат. Детей пришлось прямо в ванну замачивать целиком. Когда рассеется пыль, зачем на крыше здания трактор и кто будет оттирать детскую площадку от копоти, мы решили узнать в самом ВУЗе. Подрядчик выполняет работы по демонтажу утеплителя на крыше и асфальтовой стяжки. Ну пыль, ну что с ней сделаешь с пылью? Они полностью поменяли схему работы. Теперь весь этот мусор грузится в баки и баки спускаются к крану. Ну никуда не одеться от пыли. Очищать пространство, на которое села копоть, будет подрядчик. А вот ждать свежего воздуха и прогулок на детской площадке местным жителям не стоит аж до 31 декабря. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком.